Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о празднике, который настал, праздник Тубишват. О том, что этот день праздничный поведали нам каббалисты, Раби Хаим Виталь, а до него еще некоторые другие каббалисты Цвата, они придавали этому дню, новому году деревьев, огромное значение, устраивали в этот день большой праздник. Я уже говорил о том, что этот день, новый год деревьев, в этот день, когда отсчитывают от этого дня, сколько живет это дерево на земле. В Торе сказано, что существует заповедь повеления есть плоды. Первая заповедь, Брешит сказано, и заповедовал Господь человеку, сказав от всякого дерева, сада ешь. Значит, первое поколение человечества, которое включало в себя все последующие поколения до скончания века, получило заповедь кушать плоды. Можно сказать, что это вообще была единственная заповедь, которую получил первый человек. Иными словами, в истории человечества был вообще период, когда все содержание религиозной жизни, все служение Богу, то есть исполнение его воли, сводилось только к тому, чтобы есть плоды. Мы там тоже, правда, ошиблись, но это уже второй вопрос. А раз так, то можно сделать вывод, что эта заповедь является корнем всех заповедей повелений. И сказано, взял Господь Бог человека, поместил его в саду Еденском, чтобы возделывал и хранил его. Идем дальше. Согласно словам каббалистов, свет вот этого весеннего избавления начинает сиять уже в Тубешват. Уже в этот день каббалисты видят искры света, избавление от жатости, от зимней закрытости. Это поворот сильный уже. И потому учат нас, что в этот день мы должны кушать фрукты. Фрукты надо освещать. Когда ты кушаешь фрукты, говоришь, браху ты их освещаешь. Почему именно фрукты? Потому что это пища, которая не подверглась никакой обработке человеческими руками. Их можно употреблять в пищу такими, как они сняты с дерева. Их не затронуло, как говорят каббалисты, скверно цивилизации. Еще не настало время вот сейчас освещать более сложную пищу. Мы начинаем с фруктов. А по прошествии одного месяца уже можно освещать то, что производится из фруктов. То есть вино в пуре. А еще 30 дней спустя мы сможем освещать мясо пасхальной жертвой. Так устроен мир здесь. Все очень непросто. Это нам кажется, что все просто. Существует 30 разновидностей древесных плодов. Это очень большая мистика. 10 из них происходят из самого высшего корня его, самого высшего мира Брио. И поскольку они далеки от скверны, у них нет ненужных отходов снаружи или внутри. То есть кожуры или косточки. Их можно употреблять такими, какими они есть. Это фрукты, имеющие связь с высшим миром. Это виноград, инжир, яблоки, троги, лимоны, груши, айва, шелковица, ягоды и рожки. Есть другие 10 фруктов. Они происходят из мира ЕЦРА. Это мир промежуточный между миром Брио и Аси. То есть миром высшей чистоты и высшей противоположной. И потому эти фрукты не так близки, как те, кто к скверне, который как к мир Асиа. Но и не так далеки, как, потому что принадлежат миру Брио. Поэтому косточки, находящиеся внутри этих фруктов, не употребляют пищу. Эти фрукты маслины, финики, вишня, черешня, сливы, персики, абрикосы, что еще, авокадо, шесок, все, манго. Есть еще 10 видов фруктов, которые принадлежат миру Асиа. Миру не совсем чистому. От них мы едим то, что внутри, выбрасываем то, что снаружи. Ибо кожура такого фрукта является преградой между внешним миром и мякотью самого плода. И в этом большая тайна, но мы не можем за 2 минуты все разобрать. Эти плоды гранат, лесной орех, миндаль, каштаны, желуди, земляные реки, грецкие реки, фисташки, киви и бананы. В Тубешват положено есть, если можно, если получается, 15 различных видов фруктов. И столько, сколько вообще удастся на те плодов, которым прославлена земля Израиля. Во время вкушения вот этой трапезы, обычно читать надо, очень важно для этого, это Шерея Молот, 15 песней восхождения. Тигилим с 20, со 120 по 134 псалмы. Есть еще очень хорошая примета в этот день, дать задаку пожертвования в размере кратном цифре 91. То есть, ну вот там, что там у тебя есть, шекель, копейка, гривна, что хочешь, 91. Другая сгула, это мы в этот день читаем молитву об итрогах. Мы просим, чтобы у нас и у всего народа были хорошие итроги, чтобы им был достойный красивый итрог праздник Суккот. Это очень важная молитва в этот день. Вообще, через праздник, точнее, Тубешват, мы празднуем, в конце концов, веру в будущее. Это день веры в лучшее. Это суть празднования надежды. В конечном счете, с Божьей помощью, эта надежда произрастит, даст восхитительные плоды, и все закончится плохое, начнется хорошее. Все это начинается с праздника Тубешват. Приятного вам праздника. Браха вацлаха.